Обязательно поставьте свои пальчики вверх, чтобы не пропустить новое видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Блин. Привет, мои хорошие! Меня зовут Света Пролеско. Я ваш персональный тренер, персональный стилист и просто девушка, которая обожает гулять по всяким классным-классным магазинам, отыскивает для вас все самые интересные классные вещи. Обязательно все показывать. Также интересные вещички я забираю в инстаграм-магазин. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. И мы с Тонечкой очень рады вас приветствовать на моем канале. А кто еще не подписался на этот канал, подпишитесь, пожалуйста. Обязательно поставьте свои пальчики вверх. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А мы с вами поехали. Вперед! Ребят, что будет в сегодняшнем видео? В сегодняшнем видео, конечно же, будет много покупок Second Hand. Мы много везде, где побываем, что посмотрим, купим. Я очень много покупок делаю уже для своих девочек-подписчиц по индивидуальным заказам. Уже много посылочек улетело в разные страны мира. Меня очень радует, что уже локации различных стран добавляется в мой инстаграм-магазин. И посылочки улетают. Это очень радостно. И получать такие прекрасные отзывы от вас. Спасибо вам, девчонки, за это. Девочки, сегодня меня будет здесь мало. Мы с Тонечкой в начале поприветствовали с вами в конце. И также вот чуть-чуть сейчас. Потому что я не буду делать обзор отдельно всех покупок. Потому что все, что я покупала для себя или в магазин, я это все подробно покажу в примерочной. И чтобы не тратить мое и ваше время, я не буду сильно затягивать видео. Вы знаете, что я люблю видео сделать большим. Чтобы вам было с удовольствием под чаечек, кофеечек посидеть, посмотреть. Но сегодня он получится уже сверхбольшим, если я буду делать обзор всего. Потом вы просто посмотрите внимательно, отдохните вместе со мной. Я стараюсь выкладывать видео часто. Вы сами это наблюдаете. Девочки, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на инстаграм-магазинчик, кто интересуется какими-то покупочками. Потому что все, что я покупаю на инстаграм-магазин, я в первую очередь выкладываю туда. Потому что выход видео, естественно, позже, чем обновление в инстаграм-магазине. Это где-то неделя, может, даже плюс-минус больше. Пока я монтирую видео, это проходит время. Поэтому, естественно, то, что я показываю в видео, уже, как правило, этого нет. В магазинах у нас обновляется товар быстро. В моих любимых магазинах один раз в неделю обновляется товар. Поэтому лучше подпишитесь. Я часто выкладываю прямо в сториз в реальном времени, здесь и сейчас, как я называю, для быстрого реагирования. Какие-то интересные вещи. И тот, кто отреагирует, кому что-то надо, я сразу же выкупаю. Вот таким образом, чтобы мне не сделать загромождение, не тратить свои деньги. Тоже, сами поймите меня, чтобы мне не покупать. И потом это все не зависало, и не знало, куда девать товар. Поэтому, естественно, я не покупаю много в инстаграм-магазин. Но для быстрого реагирования вот такие вот вещи происходят частенько. И, кстати, пальтишко, которое сегодня вы увидите в видео Максмара, еще пальтишко, и еще какие-то вещи, они уже отправились к своим девочкам. И уже, я знаю, насколько знаю, Олечка уже получила свое пальтишко Максмара. Очень довольная. Отзыв уже в инстаграм-магазине. Поэтому, ребят, подписывайтесь и смотрите за обновлениями. Там я сразу же все показываю. Ну что, а мы с вами... Кстати, в этом видео также я еще покажу вам жакетик с прошлого видео. Лавандовый. У меня девочка-подписчица попросила показать его на примерке. Потому что я его не мерила в примерочной. Я его сразу же отвезла своим девочкам в ателье, чтобы мне ушли плечики. Они такие на меня большеватые были. В остальном было все хорошо. Поэтому я его забрала уже с ателье. И я сегодня тоже где-то прикреплю, где-то вот буду там ходить. И покажу, как на мне сел этот жакетик. Так что все, мои хорошие. Приятного вам просмотра. Смотрим. В общем, смотрим. Доброе утро. Вернее, добрый день, мои хорошие. Сегодня четверг. Я в магазин Евроленд на завоз. До этого я уже сделала кучу дел. Я уже посылочку одну отправила. Рубашку Moskina. Я уже буду отправлять в Израиль другую посылочку. Что на мне надето? На мне такая водолазочка. Тепленькая трикотаж. На мне тренчмей. Сумочка Лой Витон. Вот такие брюки, клеточка. И мои ботинки от Прада. Очки Гуччи. Так, что еще я вам хотела сказать? А, представляете, так приятно. Сейчас иду и прям не остановила моя подписчица. Уже второй раз за два дня я ее встречаю. Она похвасталась, показала, какие она покупочки сейчас купила. Там мужу что-то о себе. И говорит, что очень радуется тому, что смотрит на видео, узнает много нового. Это очень приятно. Покупает хорошие вещи в отличном состоянии. Поэтому здорово. Очень рада, когда у вас все получается. И мое видео вам помогает. Все, я пошла. Кстати, по поводу погоды. Посмотрите, какая красота. Даже не верится, что это октябрь. Просто супер. Сегодня четверг, а суббота у меня будет замечательный день. Наверное, попозже с вами поделюсь. А может быть, уже когда буду в этом дне. Так что впереди вас ждет классный контент. Классное видео. Страсть для вас. Ветерок. Поэтому поправляю волосы. Потому что ветерок. Я уже в магазине. И первое, на что я обратила внимание, это вот такой изумительный мужской костюм от Huga Boss. Он в идеально новом состоянии. Мне кажется, что вообще его никто не носил. Может быть, один раз надели и повесили в шкаф. Он просто в идеальном состоянии. Очень красивый. Очень классный. У меня даже были такие мысли. Может взять, все-таки рискнуть на магазин. Но я решила все-таки это не делать. И оставила его, к сожалению, в магазине. Состав просто изумительный. Стопроцентная шерсть. И подкладка из вискозы. Очень красивый костюм. Ну, прям очень. Ребят, я в примерочной. Короче, буду показывать. Стараюсь говорить громче. Я в наушниках. Смотрите, вот такую вот сумку. Шикарную. Шоппер. Я нашла. Просто вообще в идеальном состоянии. Это кожа. И вставочки текстиль. Ручки, видите, такие, как Луи Виттон. Выгорели. Кожа такая хорошая, качественная. Состояние просто идеальное. Внутри чуть-чуть почистить надо, и все. Очень классная сумка. Я не знаю, может быть, я ее даже на магазин возьму. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, что я нашла. Винтажные туфельки от CELINE. Они полностью новенькие. Это мой размер. Ну, я не знаю. Это, видите, такая модель неактуальная. Хотя, почему неактуальная? Обычная классическая модель. Я думаю, что они долежат до распродажи. Если что, то я могу их и забрать. Смотрите, вот такие босоножечки от ЭКО. Это кожа натуральная. Я посмотрела на сайте. Аналогичные стоят где-то без распродажи около 10 тысяч российских рублей. А так где-то около 7 тысяч российских рублей. Они очень удобные. Это 37 размер. У меня 35, 36. Но они как бы маломерят, мне кажется. Потому что они на 36. Очень удобные, очень комфортные. Я не знаю, может быть, я их и возьму. Но, смотрите, я взяла померить Zara брюки, джинсы. Я, если честно, очень люблю именно лекалы от Zara. Вообще, они просто садятся на меня идеально. Это хлопок, поэтому можно, в принципе, померить. Посмотрю. Хотя нет, наверное, нет. Видите, вот уже нашла. Не буду. Вот это, смотрите, какой классный топ. Очень неплохой такой бренд, в принципе, для спортивки. Он в отличном, вообще в идеальном состоянии. Просто я померю. Я думаю, что на меня будет классно. Посмотрите, что я нашла. Это рубашка от Saint Laurent. Это винтажная линейка. Смотрите, мужская. Посмотрите ее состояние. Оно просто идеально. Новое состояние. Может быть, ее надели один раз куда-нибудь под бабочку. А может быть, ни разу не надели. Видите, это специально такой для запонок. И без пуговичек. Специально для запонок. Это специально для бабочки. Это мы учили по дресс-коду. И это Saint Laurent. Это, насколько я поняла, это именно как или винтаж, или какая-то коллекция названия. Но это Saint Laurent. Качество просто изумительное. Вы посмотрите, какая здесь красота. Я не знаю, что с ней делать. Это хлопок. Она просто бесподобная. Она бесподобная. Я не знаю вообще. Это такая красота. Посмотрю. Ребят, я наконец-то села, добралась до машины. Взяла вот такой кофеек. Смотрите, какой красивый стаканчик. Как я устала. В общем, я сейчас отправляла посылку моей подписчице Светланке. Привет, Светлана. В Израиль. Конечно, на почте меня промучили. Я там почти час, не почти час, больше часа я там отправляла. Ну, слава богу, все нормально. Мы все отправили. Ребят, кто спрашивал по пересылке. В общем, из Израиля прекрасно через золотую корону пришли денежки. Я их получила практически сразу же. Пришла в банк и получила. Так что все в порядке, все нормально. Кто с других стран. И где есть золотая корона, можно прекрасно отправлять денежку, кто в магазинчике что-то покупает. Поэтому сумочка сегодняшняя сразу же, плюс к посылке, которую я Свети должна была отправить, она сразу же забрала еще и сумочку. Я пью кофеек и еду дальше в Мода Макс. В отелье еще забегу. Я иду в отелье и смотрите, каких маленьких красавчиков я встретила. Семейство целое. Вот здесь работают самые классные девчонки. Реставрации, ремонт одежды. Только их не загружайте сильно, потому что я их загружаю постоянно. Слушайте, вот что значит. Света просто закрутилась, замоталась. Подхожу уже к Мода Максу, захожу прямо и понимаю, что я здесь была день назад. А сегодня же не вторник, сегодня же четверг. И завоз в другом магазине. Триндец просто. По-другому не могу сказать. В общем, я еду в другой магазин Мода Макс. Не знаю, надеюсь, что не зря. А я была там рядышком. Короче, это же Света. Все, я добралась до последней локации. На сегодня, ребят, такое солнце в глаза еле доехало. Солнышко-то хорошо, но когда за рулем оно ослепляет, это, конечно, не очень. И все-таки оказалось, что я зря сюда так спешила. Ничего интересного я вам не покажу. Вот такие макосины с натуральной кожей. Но модель уже не актуальна, а каблук такой не актуальный. Вот такие кеды кожаные были интересные. Но мне они не нужны, поэтому оставила в магазине. Как всегда, в этом магазине очень много курток от Барбар. Я даже не могу понять, с чем это связано, но их там очень много. Вот такая Барбар, еще одна красная Барбар. Кстати, первый раз вижу красную курточку от Барбар. Барбар – это не Бербери, не путайте. Это совершенно другой бренд, но довольно-таки неплохой и недешевый. Вот такое пальтишко. Очень красивый, актуальный цвет. Это кашемир. Кашемир с шерстью был в составе. Очень хороший цвет, модель, состояние. Мне оно очень понравилось, но оно осталось висеть. Увидела еще одно неплохое пальто. Вот такое серого цвета. Состояние тоже очень хорошее. Базовая классическая модель. Понравился мне очень этот шарфик. Он с одной стороны шерсть, с другой стороны шелк. Очень классный, очень интересный. Я прогуглил этот бренд. Он довольно-таки недешевый, дорогой очень бренд. Состояние его просто отличное. Вот такой бренд. Очень понравился рисунок. Такой в стиле Hermes. Долго думала, брать его не брать. Там была фиксированная цена на этот шарфик. Но он был недешевый, поэтому оставила. Ну что, обязательно отчет перед вами, конечно же. Ничего не взяла в этом магазине. В примерочную не ходила. Только шарфиком зашла. К себе приложила и все. Много барбар. Опять-таки в этом магазине. Постоянно в этом магазине куча барбар, курток. Мне очень понравился этот шарф. Это, кстати, итальянский бренд премиум класса. Очень недешевый. Мне понравился он просто безумно. Шелк с шерстью комбинация. Мне он не нужен, потому что мне очень много достойных шарфов. Я думала взять на магазин, ребят. Но здесь весовой товар. Но вот на какие-то наименования. Фиксированная цена. И он шел фиксированная. Закупка очень дорогая. Поэтому за 20 долларов я не меньше получалась бы выставить на магазин. А это, я думаю, дорого. Там была маленькая-маленькая-маленькая. Еле такое заметное пятнышко на стороне, где цветное, где принт. Вообще не видно в носке. Но вот это меня смутило. Поэтому я не взяла. Сейчас заеду в фикс-прайс, если будет парковка. И хочу чипсика взять. Кукурузных так захотелось. Все, домой. Пока иду за своими чипсиками, решила с вами немножко поболтать. Когда была в ателье у девчонок. Я до этого завозила свою сумку Малбери. Вы знаете, наверное, многие этот бренд. Это очень дорогой бренд. Сумки уходят за 1000 долларов. В общем, там нужно было просто укрепить ручки. Они были целенькие. Но поменять что-то такое. И не было там пока того, что надо было для ремонта. В общем, она у девочек стояла. И я так решила, что я решила ее подарить. Одной из девочек. Ей очень приятно. Она просто не ожидала, что такое возможно. Но я люблю дарить подарки. Пускай происходит взаимообмен. Ей приятно и мне приятно. Все, я захожу за чипсами. Я, как истинный книгоман, книголюбитель, всегда отправляюсь к стойке с книгами. В фикс-прайсе их немного. Но все равно хочется посмотреть, что там может быть интересненькое есть. И направляюсь к чипсам. Несу свои покупочки в руках, потому что машина рядышком. Купила чипсики. Купила тонкие пеленочки. И купила Янушке там орешки такие с шоколадной начинкой. Вкусно с молочком. Ну все, я домой. Нужно успеть записать вам еще видео и выложить завтра. Ребята, в общем, не пришлось мне есть чипсы, потому что мамулечка спекла тыквенную булочку с корицей и принесла мне. Она прям теплая, с пылу-жару, представляете? Я трябной чайок заварила. А еще она принесла тушенку. Она сама делает ее со свинины из говядины. Такая вкусная. Там только одно мяско. Я до этого купила цельнозерновой хлеб. Как раз как чувствовала. Я его очень редко покупаю, но купила. Поэтому сделала такие бутрики с тушеночкой. Сверху огурчик, помидорчик. Покушала. И сейчас у меня десерт. Вот такая вот классная булочка. Я ухожу в свою булочку с тыквой и с корицей. Вы представьте, я заглянула в пакет. А там еще не все. Там еще тыквенная смака. Ой, мамочка, что ты со мной делаешь? Просто нереально. Просто нереально. Обожаю мамину выпечку. Ухожу еще и в эту булочку. Ну, конечно же, не всю. Вы посмотрите, какой у меня сегодня цветник. Оля. Настя. Так, Настя отсвечивает. Красотки мои. И я. Где я? И я, и я, и я. Привет. У нас Зарочка сейчас растяжечка. Зара пришла, сказала, что мне головка поболевает. Устала за целую неделю. И Света понятливый тренер. И мы сразу пошли на стретчинг, чтобы восстановиться, потянуться, расслабиться. И голова уже не болит, да, Зар? Да. Прошла голова, да. Потому что на самом деле это так. Стретчинг это круто. Это просто круто. Любите стретчинг, ребята. Это фантастика, что он делает с нами. Знаете, как я сравниваю растяжка? Это стретчинг, это то же самое, вот как мы пьем антиоксиданты вовнутрь, витамины, там все такое. То же самое стретчинг для наших мышц, связок и суставов. Он делает невероятные вещи. Гибкость, подвижность суставов, профилактика травм, все такое. В общем, супер. Любите стретчинг. Зара, ты любишь стретчинг? Конечно. Конечно. Все, хватит головой мотать, идем дальше. Все, ребят, неужели я выехала с работы, отработала полдня. Мне было так тяжело сегодня настроиться на работу, потому что я всеми мыслями уже в предстоящей поездке. Завтра я ранненько утречком выезжаю в Минск. Мне нужно заехать успеть на заправку. Перед этим я еще заехала, уже подъехала к Модомакс. Сегодня здесь завоз. Помните предыдущая поездка в Минск? И перед ней буквально сразу же я нашла эскадо моего полупальтишка для удлиненной жакетики. Я вам показывала его, эту красоту. Поэтому вдруг получится повторить вот это чудо. И сегодня мне удастся что-то невероятное также найти. Пойдем посмотрим. А дальше сборы. Мне нужно обязательно сегодня смонтировать видео, вам выложить, потому что я буду в Минске, а вы будете наслаждаться новым видео. Я так хочу. Поэтому буду очень-очень сильно стараться. Ну что, погнали. Я уже в Модомакс на завозе. Сегодня пятница. И я увидела вот такой жакетик от Armani. Состояние его было просто отличное. Но он был большого размера. И я решила его не брать. Хотя, в принципе, можно было на магазин взять. Клеточка всегда актуальна. Также вот такой жакет от Massimo Dutti. Я тоже его решила не брать, так как у меня в магазине уже есть жакет от Massimo Dutti. Поэтому решила не загромождать. Вот такой стопроцентного Кошмиро Pullover. Фуксия красивый очень цвет. Стеганая курточка от бренда Diesel. Мне она очень понравилась. Я ее взяла даже также примерочную, но мне не понравилось ее состояние, поэтому я ее для себя не взяла. Смотрите, какую красоту я увидела для Тоньки. XS. Очень красивый такой плащик. Тренч для Тони. Но я его не взяла, так как наша малышка не гуляет, когда холодно на улице. Поэтому остался он в магазине. Увидела вот такой ремень от Ted Baker. Он абсолютно новый, но мне не понравилась его пряжка, и я решила его не брать. Очень понравился вот такой вот свитшот от Nike. Думала себе взять его, так как я спортсменка, тренер, и мне всегда нужны такие вещи, но все-таки не взяла, потому что он был маловат. Доброе воскресное, уже морозное утро, ребят. Я приехала вчера с Минска. Этот влог был немножечко ранее, как мы с вами и договорились. Посмотрите, кто не посмотрел. Ссылочка будет вверху, или где-то будет ссылочка, или под видео. В общем, я сейчас буду завтракать. У меня сегодня на завтрак вот такая вкусняшечка. Это кондитерская Сиериф, которую я вчера купила. Этот классный эклерчик фисташковый с заварным кремом. Уже второй раз захожу в эту кондитерскую. Там все очень вкусненькое, свеженькое. Поэтому я сейчас буду его кушать. Конечно же, половинку, потому что вторую половинку дамьянки. Я не покупаю много, чтобы просто попробовать, какой он на вкус. Затем у меня по планам, конечно же, церковь. Потом прогуляться несколько магазинчиков. Там будут два магазина на распродаже. И два магазина будет новый завоз. Какой-то там Мегахент, по-моему. Поэтому схожу, посмотрю, что там. Ну что, ребят, надо уходить в свой завтрак. И не тянуть времени. В общем, я пошла в свой эклер. Я уже подъехала к магазинам. Погода вообще классная. Так распогодилась. Настоящая золотая осень. Традиционно, конечно же, что на мне. На мне свитерок из шерсти от Zara. Но он вообще не колется. Очень классный. На мне моя новая пальтишка от Eskata, которую вы все видели. Сумочка в стиле Hermes. Вторая сумочка в стиле Hermes. Вы знаете, что две сумочки. Одна маленькая, одна большая. Это тренд 2021 года. И даже если бы это был не тренд, мне просто очень удобно. Что дальше? На мне штанишки от Massimo Dutti и ботиночки моей Prado. Ну что, я иду в Евроленд. Сегодня там распродажа финальная, предфинальная. Дальше будет, что у меня два Megahand. Там завоз вчера были. И еще Евроленд. Там, где будет серединочка завоза. Ну посмотрим. Пойдем, глянем, что там есть. Я решила сначала отправиться в магазин Megahand. И сразу иду к верхней одежде. Вот такое пальто-клетка. Стоимость 66 рублей. Это где-то 26 долларов. Конечно же, шубки Teddy. Их очень много в секонд-хендах. Ну просто очень много. Различные, разнообразные. Стоимость 60 рублей. Курс одного доллара это 20,5 рубля. Посмотрите вы на эту красоту. Нереальное пальто Max Mara. В абсолютно новом состоянии. Просто невероятное. Вообще невероятное. Я сделала быстрое реагирование в сторис. Потому что стоимость пальто была большая. Я его так просто не хотела выкупать. И думала, что если кто-то откликнется, я его потом приду заберу, если оно останется. И так оно в процессе и получилось. Это 100% оригинал. Все бирки, все присутствует. Состав просто нереальный. Там, по-моему, шерсть с кашемиром. Попался очень классный пулловер. Очень красивого, актуального цвета. Но я его не взяла. Стоимость его 12 долларов. И показываю, что я еще увидела. Очень интересно, мне понравился этот свитер. Надпись интересная. Отправляюсь к шарфам. Вот такой шарф расцветки Бербери. Но это не Бербери. Кевин Кляйн попадается очень часто этот бренд. Я, если честно, особо на его не обращаю внимания. Также Томми Хилфигер. В абсолютно новом состоянии. Ральф Лорен непонятного плана блуза или не знаю, что это. Перед входом в мужской отдел увидела вот такой свитшот. Это Марк Грегор. Очень довольно-таки неплохой бренд. Состояние новой вещи его. Ну и, как обычно, очень много рубашек. И рубашек от Босс. Их было очень много, как обычно. Это я уже в примерочной. Решила покрутиться перед зеркалом. Немножечко еще раз вам показать мой пальтишко от Эскада. Очень его обожаю. Ношу, люблю. Просто вообще обожаю его. Моя сумочка. Взяла в примерочную штаны от Пума. Они абсолютно новые. Кстати, у меня получилось таким образом собрать два абсолютно классных костюма от Пума. В разнобой. Вот такой вот свитер. Или, вернее, кардиганчик от Макс Мара я взяла для своей подписчицы Светы. Такой прикол. Сейчас, короче, поустаю. Сейчас уже на кассе, чтобы рассчитываться. Передо мной стоит женщина. Рассчитывается. И у нее сумка, короче, такая, а-ля Луи Виттон. Я как-то показывала в пару видео назад. Помните, такая... Это был эконом-сити. Такой кремовый цвет. Я говорила, что качество очень хорошее. Но это не оригинал. В общем, она с той сумкой. И куртка, насколько я помню, тоже в этом магазине была, ну, типа, Барбара или что-то такого плана стега. Но я тоже ее видела. Очень старая девушка. И ее лук я уже рассматривала и разглядывала. Поэтому интересно так встречать. В общем, я взяла курточку для своей подписчицы Светочки в Израиль. И взяла себе штанишки Пума. Ребят, посмотрите, какую я красоту нашла. Винтажная красотка от Нина Ричи. Я вообще без понятия, что это. По ощущениям, это, конечно же, шелк. Однозначно. Вообще красота, да? Сейчас просто хочется ее померить. Не знаю. Померить. Посмотреть, как эта красота смотрится. Она, конечно, у меня, наверное, большая. Ну, прикольная. Я без понятия, для кого она предназначалась. Ну, посмотрите. Плечи огромные, конечно. А здесь, ну, и на свитер толстый наделать. Поэтому, как бы, ну, более-менее. Но все равно висит. Ну, посмотрите, какая прелесть. Какая красота. Интересно, для чего и куда это вообще. Ну, не знаю, что это за модель. Ну, понятно, что это винтаж. Очень просто прикольно. Красиво, правда, ребята? Вообще так необычно и красиво. Ну, понятно, что я брать его не буду. Потому что куда я не занимаюсь так конкретно. У меня нет винтажных магазинов таких. Как бы девочки, наверное, если бы видели, они бы, конечно, захотели взять, если у кого-то такой целенаправленный магазин. Но мне не надо. Выдох. Хорошо. Наборосили мы делаем. Выдох. Выдох. Молодец. Давай, 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 давай. Опа, хорошо. Видите, как? Видите. Это уже следующий день. И я по заявке своей подписчицы Олечки вернулась за этим пальтишком Макс Мара. Мне очень не хотелось его оставлять. И слава богу, что на него нашлась хозяйка. Великолепное пальто. Еще раз показываю. Просто в нереально новом состоянии. Вообще абсолютно новое состояние. Оно уже долетело до Киева к Ольге. И она этому пальтишку очень и очень рада. И меня это тоже очень радует. И когда я пришла за пальто Макс Мара, я увидела вот это нереально классное пальто на манекене. В первый день его не было, потому что во второй день также добавляется товар. И это пальтишко я взяла для своей подписчицы Светлане. И оно также улетело уже к ней в Израиль. Это пальто абсолютно новое. Также в абсолютно новом состоянии или полностью новое. Она именно такого плана хотела пальто. И я очень рада, что я смогла ей угодить. Доброе утро, ребят. Смотрите, что у меня с ней на завтрак. Я приготовила домашнюю гранулу. Она очень-очень вкусная, очень полезная. Если вы хотите рецептик, заходите ко мне в основной аккаунт в Инстаграм. Там у меня много рецептов в бесплатном доступе. Вкусных и полезных. А я ухожу в свою вкуснячую гранулу. Что, ребят, я уже позавтракала вкусной гранулой. Сейчас еду в магазинчик на завоз. У меня сегодня... Поздравьте меня. У меня сегодня очень-очень радостный день. Сегодня день рождения моей доченьки драгоценной. Очень радостно от этого. Вот немножко грустинка от того, что первый год мы вдалеке друг от друга отмечаем день рождения. От этого, конечно, очень грустно. Но я верю, что это все временно. И скоро мы будем вместе с моей малышечкой. Так что вот так. Вот сейчас еду на завоз. Завтра отправляю девчонкам своим посылки. У меня много уже посылочек поедут. И в Израиль, и в Россию, и в Киев. В общем, много-много. Что на мне надето? На мне все очень по-простому. Уходе мое. Видите, такой у меня цвет беж. Total бежевый. Пальтишко мое. Пол-пальтишко эскада. Штанишки тоже такие. Там ботиночки у меня Прада. И две мои сумочки. Lanvin Shopper. И моя сумочка с застежечками. Атермес такая маленькая. Ну все, я погнала. Кстати, хоть вдалеке-невдалеке. Но мы решили, что будем отмечать день рождения Катюшки. Так что у нас с Яночкой сегодня какой-то будет такой праздничный стол. С Катюшкой, может, по видеосвязи. Ну, как-то так. Пока так. Ну, ничего. Ничего. Поехала я. Я уже в магазине Евроленд на завозе. Показываю, что на мне надето. На мое пальтишко от эскада. И такой спортивный образ. Худи и спортивные штанишки и ботинки. Очень захотелось немножечко новогоднего настроения. Такой классный свитшотик новогодний попался. Ну, конечно же, я его не брала. Просто вам показываю. Взяла также в примерочную футболку от Максмара. Вот такой кашемировый. По-моему, с кашемира или шерстью, я не помню. Вот такой вот свитерочек. Я его не собиралась брать, но мне просто очень понравились эти котики. Вот такой кардиганчик, который уже отправился также в Израиль. Это Массима Дути. Кашемировый кардиган в идеально новом состоянии. Очень понравилась вот эта платьица цвета фуксии. Оно на меня очень большое. Но просто захотелось его вам показать. Также вот такой свитерок я взяла. Насколько помню, это Марк Пола. Да, так оно и есть. Этот свитерочек я также взяла для своей подписчицы. Это шерсть. Также еще один свитшот от Adidas тоже улетел в Израиль. Он абсолютно новый. И вот такая рубашечка от Timberland. Эту рубашечку я отправила в сториз для быстрого реагирования в инстаграм-магазин. Но никто не отозвался, поэтому осталась в магазине. Меряю на себя этот свитерочек. Он на меня хорошо сел. Очень классные милые котики. Но я не взяла, потому что немножечко не мой стиль. Такое, конечно же, оно детсковатое. Я, кстати, взяла его в детском отделе. Такой мягенький, теплый и уютненький свитерочек. Ребятки, что касается мелочевки, взяла вот такую косметичку. Скорее всего, возьму она абсолютно новая. Это стеллаутер. Вообще новая полностью. Вот впереди Новый год. Смотрите, вот такой мешочек для подарков. Не знаю, возьму он тоже, видите, даже с этикеточкой новой. И смотрите, такой на новогодний стол. Такая вот скатерть. Тоже в идеальной полностью. Система она новая. Мне кажется, ее нет в Индии. Да, видно, что ее вообще даже никто ни разу никуда не стелил. Короче, я ее, возможно, тоже возьму. Не знаю. Смотрите, чехол для моего телефона. Абсолютно. На мой телефон. Посмотрим сейчас по мере. Не знаю, может быть, вот такой воршопер еще возьму. И все, и все. Что касается... Это я брать не буду, хотя он классно месел, он такой немножечко дисковатый. Хотя там Ангора шерстью составит. Тоже не буду брать этот вот Макс Кур, потому что состояние не нравится. Это не буду брать. Это платье не буду брать. На меня огромное. Это, скорее всего, не буду брать, потому что я вложила в сторис. Никто не отозвался. А так просто я брать не буду, особенно это морское. Это вот все уже забирают. Это кардиган, свитер и свитшот. Забирают девочка подписчица. Ну а следующая локация – это магазин Мода Макс. Попался вот такой жакет шерсти. Мне он очень понравился. Такие пуговицы классные. Очень классная, актуальная модель. Но мне он не нужен. У меня уже аналогичного плана есть. На магазин я не рискнула его брать. Очень классная курточка-жакет. Такой красивый, очень такой розовый-пудровый цвет. Это натуральная замша. Идеально новое состояние. Может быть, вообще полностью новый. Следов носки на нем абсолютно никаких нет. Ну видно состояние. Сами посмотрите. Так же увидела такое платье. Это стопроцентная шерсть. Это итальянский бренд. Но модель уже не актуальная. Поэтому я его не взяла. Вот такой вот пуловер. Это шерсть. Отправился он к моей подписчице в Россию. Очень классное состояние новой вещи. Была вот такая блуза Тедбейкер. Это стопроцентный шелк. Я сначала думала взять своей подписчице, но ей немножечко не подошел фасон. Поэтому оставила в магазине, показывая состав. Хотя думаю, что в принципе можно было на магазинчик и взять. Вот такую спортивную мастерку я для себя взяла. Это известный спортивный бренд. Довольно-таки небюджетный. И я уже успела выгулить ее несколько раз у себя на работе. Зашла в пекарню Перфект. Она сразу же возле Мода Макс. Взять кофеечек и показываю, что там продается вкусненькое. Там всегда очень свежая, вкусная выпечка. Неужели я сижу? Неужели я дошла до машины, взяла кофеек в Перфекте прямо возле Мода Макс. Сейчас попью, поеду дальше. Но я уставшая, но довольная. Потому что я смогла порадовать своих подписчиц. Светочку и Наталью. Купила им классные вещички, которые завтра отправлю. У нас быстрая связь, быстрое реагирование. Они отреагировали очень быстро. И я им отсылаю классные вещички. Там 100% шерсть. Мереноса, свитерочек, еще какие-то вещи классные. В общем, поедут завтра на почту. Улетать далеко. А я сейчас заеду в Мега Хэнд. Которым был завоз как-то там полторы недели назад. Сейчас распродажа. Помните, я мерила тренч такой Найки. Если он будет, я его возьму. Если нет, ничего страшного. Заеду там в магазин Алме большой. И хочу купить тесто для пиццы. Там туда-сюда. И мы сделаем праздничную пиццу. Сделаем глинтвенчик такой вкусненький. И отметим Катюшки на день рождения. Без Катюшки. Ну, ничего страшного. Как-то так. Так что погнала я. Пока кофеек. Ну что, узнаете магазинчик, в котором мы были с вами на открытии. Я сейчас зайду, посмотрю. Или дождался меня этот тренчик от Найки. Если нет, ничего страшного. В принципе, я абсолютно не расстроюсь. Ну что, заходим. Потом зайду в Алме. Потом, может быть, в Эконом Сити. Здесь он рядышком. Не знаю, что там будет. Сегодня 60% скидки здесь. В Мега Хэнди много классных зеркал. И, конечно же, я этим воспользовалась и показываю себя. Отправилась к верхней одежде сразу найти свой тренч, парку. И я увидела ее. И сразу же взяла для себя. Товара было очень много. Хоть это была и распродажа, по-моему, 60 или 70%. Но было всего очень много. Вот такая юбка цвета фуксии из шерсти от Маркейн. Она абсолютно новая. Но я ее не взяла. Потому что мне она не нужна. Она магазин также не рискнула ее брать. Эта курточка-жакетик от Маркейн была на завозе. Также она долежала и до распродажи. Никто ее так и не взял. Но очень такая яркая расцветка, яркий принт. Я такое не ношу. Сейчас в большом тренде вельвет. И посмотрите, сколько его много в секонд-хенде. Я просто специально для вас сделала такую подборку. Листаю жакет за жакетом из вельвета. Просто огромное количество. Различные цвета, различные оттенки, фасоны. Коричневые, серые, бежевые. На любой вкус и цвет. Я сейчас вспоминаю свои походы по минским магазинам. Масс-маркет и не только. Какие там сумасшедшие цены на вельветовые жакеты. А здесь бери не хочу. И это, ребята, это распродажный день. Представляете, сколько много там жакетов из вельвета. Вот такой цвет тоже очень актуальный. Довесел жакет, который я вам показывала на день завоза. Тренелизард. Ну, в общем, вы все поняли, да? Куда нужно идти за вельветом? Кстати, в Мегахэнде вельветов всегда очень много. Не знаю, почему. Вот такие сапожки с натуральной замши. В таком стиле боха. Это большой размер. Я просто взяла, чтобы вам показать их. И это отдел с текстилем и нижним бельем и домашней одеждой. Кстати, на день распродажи также осталось всего много. Огромный выбор всегда всяких салфеточек, всяких скатерти и всего такого. И я уже в примерочной. Примерочные здесь очень большие. Показываю вот такую дубленочку. Это искусственная дубленка. Я не собиралась брать. Просто захотелось ее померить. Она была в отличном состоянии. Вот такой интересный жакет. Тоже брать его не хотела. Это стопроцентная шерсть. Но очень понравился такой его стиль. Интересный. Хотелось просто примерить. Погоны такие актуальные. От Майкл Корс платье в абсолютно новом состоянии. Это оригинал. Мне тоже захотелось его померить. Но я, если честно, не люблю такую логоманию. Мне не нравится это. Но померить все-таки захотелось. Еще какой-то кардиган. Не знаю, зачем я его взяла. Блуза от Лаурель, которую я вам показывала. Она осталась на распродаже. Я ее взяла для своей подписчицы Светланы. Очень классная блуза. И она уже должна быть в Израиле, я так думаю. Вот такой жакетик от Массима Дути. Кстати, этот жакет есть в инстаграм-магазине. Он в абсолютно новом состоянии. И парка Тренч, которую я для себя купила. И несколько раз выгуливала на работу. Мерю эту дубленочку. Я такая снегурочка в ней. Села на меня хорошо. Но убрать ее я не собиралась. Просто захотелось примерить. Такая нежная, воздушная. Кстати, в магазинах Минска такие дубленки стоят очень дорого. Жакетик Массима Дути. Не знаю, почему его еще не забрали из инстаграм-магазина. Потому что он очень классный, ребята. Он еще там есть. Платье от Майкл Корс. Села на меня хорошо. Но мне не нравится эта логомания. Я не люблю, когда такое излишество брендов на изделии. Вот такой жакетик. Жакейский. Сел на меня тоже хорошо. Но я его бы не носила никуда. Поэтому, конечно же, я его не взяла. Рядом с Мегахендом магазин эконом-сити. И я зашла туда. Посмотреть, что там есть. Там был недавно новый завоз. Вот такое пальтишко. Я уже в примерочной. И показываю, что я взяла вот такой милый кардиганчик. Я думала взять, не взять его. Но решила все-таки оставить. У меня вещей достаточно, чтобы просто валялся. Я такого не хочу. Поэтому стараюсь избранно относиться к тому, что я покупаю. Взяла в примерочную вот такую курточку с натуральной замши. Я ее не собиралась покупать. Просто вам решила показать. Она просто в отличном состоянии. А вот эта курточка, которую смотрю на нее сейчас. И просто жалею, что я ее тогда не взяла. Она стоила дорого. Честно вам говорю. Для секонд-хенда она стоила очень дорого. Но это Tommy Hilfiger. На сайте куртки такого плана от, по-моему, 500-600 долларов. Она села на меня идеально. Я потом вам покажу. И хотела ее купить, вернуться. Но когда я вернулась на день распродаж, ее уже не было. Конечно же. Вот так села на меня эта курточка. Мне кажется, села просто отлично. У меня есть жакет кожаный от Беннетон. А это такая курточка в стиле casual. Конечно, было бы неплохо иметь ее в своем гардеробе. Но все-таки неоправданно дорого стоила она для секонд-хенда. Хотя вещь была просто в идеальном состоянии. Если смотреть, сколько она стоит на сайте, это, конечно же, печально, что я не взяла. Показываю вам ее состояние. Вы просто посмотрите. Она просто в отличном, в идеальном состоянии. Просто в идеальном состоянии. Камера немного засвечивает. Она такого насыщенно черного цвета. Актуальная модель. Очень классная. Мой размер. Почему я не взяла? Меряю ее уже без худи. Тоже классно села. Все на меня полностью. И плечи, и длина. Все мне нравилось. Ничего страшного. Всего не купишь. А тот, кто купил, пускай радуется своей обновочке. Все, я возвращаюсь в машину. Купила все для пиццы. Купила глинтвейн на белом вине какой-то. И иду в машину. Наконец-то. Короче, я не купила куртку девочке. Эту Томми Хилфиггер. Она, конечно, очень классная. Она в идеальном состоянии. Вообще, я посмотрела на сайте. На скидке где-то в среднем 500 долларов. Куртки стоят такого плана. Я приеду в воскресенье. Там будет скидка 30%. Если она останется, то я ее заберу. Если нет, то я брать не буду. Потому что она стоит дорого. До секонд-хенда. Хотя, недорого для того, как она сколько стоит она на сайте. Поэтому вернусь еще. А здесь будет завоз в этом мега-хенде в субботу. А в воскресенье будет выполнение товара. И я забегу. Это рядышком. Посмотрю ту курточку. Ну что, все, я домой. Света застряла в пробке такой конкретной. По нашим городским меркам это нормально. Это пробка. Я уже минут 10 стою. Не знаю, сколько еще буду стоять. Нужно к мамочке еще заехать. Потому что она позвонила. Сказала, что сделала фаршик. И взяла домашний творожок. Поэтому я еду к маме. Но мы недалеко живем. Поэтому надо к мамочке заехать. И будем готовить пиццу с Янкой. Все. Вроде еду. Нет, опять не еду. Янушка приготовила кучу пиццы. Я купила глинтвейн на белом вине. Вот такой, смотрите, прикольный. Сразу же с цитрусом. Там со всеми этими вот делами. И мы сейчас будем по видеосвязи с Катюнечкой отмечать ее день рождения. Вперед и хвостиком раз. Правая сторона уже больше акцент. Молодец. Как у Кольчих делаем такой. Доброе, доброе, доброе. Трофейн. Молодец. Чувствуешь, да? Да. Хорошо, молодец. Заставили работать все-таки. Не хочет по одному способу, будем по другому. Молодец. Хотите посмотреть, благодаря кому я в начале 11 до сих пор на работе? Благодаря кому? Главное сделать вид, что все нормально, да? Ух ты, Настя. Ух ты, Настя моя, Настя. Что же с тобой делать? Я наконец-то в зале. Понять и простить, да? Так что я еще в зале. Может, заночевать? Не знаю. Доброе, доброе осеннее. Такое же, ребят, холодное утро. Посмотрите, что я сегодня надела. На мне сегодня уже мое пальтишко от Максмара. Наконец-то я выгуливаю его. На мне уже сегодня шарфик, трикотажка шумировый, штанишки от Zara, мои Chelsea Clarks, шоппер мой Lanvan и моя сумочка с застежками RMS. Я погнала на завоз, у меня много-много-много-много дел, так что потом все расскажу. Попалось вот такое платье от Eskada, но модель уже не актуальная. Я выставила в сторис. Если кому-то понравилось, взяла бы, но никто не откликнулся. Поэтому осталось оно висеть в магазине. Это был оригинал. Ребят, я примерочно хочу вам показать, вот не в записи потом накладывать голос, а именно сейчас, чтобы вы понимали, не знаю, реальность, наверное, происходящего. То, что я хочу сейчас показать вам, я пришла уже в пол первого, это очень поздно. И смотрите, первое, что я увидела, все, сейчас переключаю камеру. Это дорожная сумка, она такого качества, что вы просто представить не можете, это какого качества, она классная. Как бы сказать, короче, она внутри полностью везде кожаная, абсолютно везде, везде грунтированная, вот на этих штучках. Короче, здесь, где-то еще там была, она держит форму, смотрите, она держит форму. Я, если честно, не уверена, оригинал, не оригинал, я пока не просматривала очень хорошо. На номерные знаки наличия или на что, но смотрю, внутри кожа везде, она очень-очень качественная, я, скорее всего, ее возьму, потому что мне просто нужна вот такая дорожная сумка. Поэтому, а я, если честно, впервые встречаю за такое качество, такое плана, я не знаю, я подумаю, но она, конечно, зависит нормально так, дорого. Сегодня новый завоз, посмотрите, какая она просто нереально идеальная, нереально идеальная сумочка. В общем, я подумаю, но, не знаю, возможно, я ее возьму. Нашла пыльничек от Гуччи, я его, конечно, уже тоже возьму. Так, дальше, еще не знаю, что с этим делать, это юбка, шорты, найки, все в реально, в реально, говорю, в идеальном состоянии, абсолютно новое, это оригинал, там еще был поболее, размер больше, но я уже не вбрала, я как спортсменка обращаю внимание на такие вещи. Это платье от Adidas, платье от Adidas. Такое, вот такого плана, у меня есть, у меня подруга с Америки привозила, у меня только маечка есть, короткое, это платье, точно такой же коллекции. Надо померить, посмотреть. Так, взяла свитер от Ralph Lauren, я еще не смотрела, что в составе, это веночка, еще не знаю, что в составе, давайте посмотрим. Прямо стопроцентная шерсть, стопроцентная шерсть, естественно, так, посмотрите, я не знаю, что это, а, видите, здесь дефекты, все, ребят, но это целый рам, жакет, вот такой шикарный жакет, это шерсть, видите, вот здесь вот, вот такие вот, какие-то штучки, которые, которые, не знаю, как исправить, тут какая-то штучка, но, там по себе, смотрите, вот такого плана, он черный насыщенно, короче, вот такой вот, скорее всего, это винтаж, я так думаю, хотя, может быть, и нет, а, нет, винтаж, винтаж, скорее всего, да, такие пуговицы огромные, вот это платье взяла, я вообще не знаю, это платье, я его не буду брать на магазин, ребят, потому что, мне кажется, что модель такая уже не актуальна, поэтому вряд ли, и маечку просто взяла, маечку от Tosoblanco, это французский, по-моему, насколько я помню, бренд, я покупала жилетку фуховик, это очень дорогой бренд, просто футболочка в отличном состоянии белая, в общем, я пока не знаю, вот это я уже не беру, это я просмотрю эффект свитер, это я тоже сейчас гляну, насчет этого я сейчас просмотрю, еще подумаю, но сумка просто бомбическая, это все кожа, это все кожа, вообще в отличном состоянии, здесь видите, чуть-чуть, где-то уголочки, чуть-чуть подмазать, и все, уголочки подмазать, вот, видите, все за счет того, что я ей пользовалась, а здесь везде все целенько, ручки целенькие, здесь даже, кстати, и замочки брендированы, не только эти штучки, фурнитурка, смотрите, в пыльничке даже есть ярлычок, хоть это пыльник, но все равно даже есть ярлук, что это гучи, в общем, я возьму его, потому что у меня много от гучи всего есть, но немного, но достаточно, и сумку я, скорее всего, ребят, тоже возьму, потому что такую оставлять, красоту, конечно, вообще, сумку я, возможно, даже продам, которую попал эту другую, а эту ставлю себе. Я еще раз направилась к стоечке с обувью, повторно, и попались мне вот такие балеточки джинсовые от Джимми Чу, это оригинал, они уже, конечно же, заношенные, их очень любили, при желании можно было их привести в порядок, но я не захотела этим заниматься, потому что это не мой размер, а брать на магазин такую вещь я, конечно же, не буду, потому что они требуют реставрации, хотя модель эта актуальная, балеточки с острым носиком, это тренд 2021 года. Показываю, где дефекты были, на пятке и на носочке, но, в принципе, это все хорошо, можно было отреставрировать. Вот такие босоножки мне понравились, это натуральная кожа, очень интересная модель, такая платформа, они абсолютно новом состоянии. Я этот бренд не гуглила, но, насколько я понимаю, довольно-таки неплохой и недешевый бренд. Очень мне понравились вот такие ботинки с натуральной замши, и внутри натуральный мех. Посмотрите, этот бренд, он довольно-таки недешевый. Классные, интересные ботинки. Конечно же, нужно было их почистить немножко сверху, но я их не взяла, это был не мой размер, и мне они, в принципе, не нужны. В отделе с детской одеждой я нашла кучу футболок, и практически все из них я с собой взяла. Ребята, я возвращаюсь с покупками своей сумочкой Saint Laurent. Также взяла свитер от Ralph Lauren, взяла кучу маек, одна из них Бербери, потом Пума Адидас, и, по-моему, еще Адидас. Да, и взяла этот пыльничек от Gucci. Все, и все. И такой запах еще в шкаф взяла, вкусный. Я решила сделать небольшую паузу, сейчас зайду, параграф на кофеечек, и потом дальше погнала. У меня еще несколько магазинов, потом банк, в общем, девочки, сегодня я не знаю, во сколько забожусь. И моя локация – это кофейня «Параграф». Вот такая вот обстановочка, практически людей нет, очень классно, играет классная музыка. На улице посмотрите, какая замечательная погода. Вообще супер. Солнышко. Что я взяла? Я взяла наполеончик с заварным кремом. Я взяла капучино, так у меня был бонус на капучино, хотя ладно, предпочитаю. У меня, конечно же, водичка, сегодня у нас праздник День Матери, поэтому решила себя побаловать. Девчоночки мои уже поздравили меня. И покупочки классные, ребят, сумка вообще просто обалденная. Я все-таки склоняюсь к тому, что это оригинал с Агларан. Вообще она просто реально классная. Но мне нужна была такая дорожная, приличная такая, не спортивная. Поэтому супер. Смотрите, какая красивая картина. Атмосферно все очень, да. Я вам же показывала. Кстати, смотрите, я точно же на этом же месте, как и в прошлый раз снимала. Вернее, когда я была здесь в параграфе, я точно была на этом месте. Ну что, я буду ходить в свою капучино. И дальше по плану можно много-много дела решить. В капучино или в наполеон. Давайте в капучино войдем. Ребят, сейчас подхожу к Мода Макс. И смотрите, вот это вот садик, в котором мои девчонки ходили. Они здесь были. Одна и вторая моей девочки. Сколько лет я сюда их водила. В этой дорожке. В общем, такие места классные. В День Матери это хорошее, приятное воспоминание. У нас очень красивая золотая осень. Просто очень нерядно красивая. Осень, солнышко. Просто супер. Зайду по пути в книжный магазин. Яночка у меня пошла учиться на права. И нужно купить ПДД, диски, там все рабочие материалы. Поэтому зайдем глянем, есть ли что-то или нет. Вот все, что есть надо. Ей нужно диски синий, красный. Нужно правила дорожного движения. Видите, у нее с изменениями на 4 августа. Короче, все, что нужно. Я ей возьму небольшой такой магазинчик книжный. Но все, что надо, есть, кстати. Все, моя последняя локация на сегодня. Это уже мода Максона Морозова. Зайду прямо, что там и домой. Крутить янтые пельмешки. Потом ко мне придут в гости мои девочки. Мои подопечные. Будем пить чайок. А может быть глинтвейн. Сразу направляюсь к стоечке с шарфами. Но там ничего интересного я не нашла. Из обуви попались вот такие тимберленды, ботинки. Но мне не нужны, так что я их не взяла, не мерила. Вот такое платье от Коз. Это стопроцентный хлопок. Оно просто в новом состоянии. Я долго думала, может взять его на магазин, но все-таки не взяла. Посмотрите, какую красоту я увидела. Это люксовый бренд Пинка. Это оригинал. Комбинация джинс и твит. Вот такой шелковый платок я также нашла. Это люксовый отдел. И жакет Пинка тоже был в люксовом отделе. Ручная обработка краев. Очень красивый, актуальный цвет. Нашла небольшое пятнышко, с которым я не смогла справиться. Я терла, терла влажными салфетками. Но так оно и осталось на этом платочке красивом. Поэтому я его не взяла. Рассветка, согласитесь, очень классная, очень красивая. Шикарный, просто шикарный платок. Жакеты также взяла в примерочную. Очень красивый жакет. Мне впервые попадается этот бренд. Вот так жакет сел на мне. Состояние его просто отличное. Это люксовый отдел, поэтому стоимость его была немаленькая. Стоимость люкса в два раза дороже, чем обычная. Очень красивые детали. Красивая комбинация цвета. Джинсы твит, очень красивое сочетание, необычное. Показываю вам платье от Кос. Идеальное состояние. Этот цвет насыщенно черный. Камера очень засвечивает. Пытаюсь показать цвет, но все, камера никак не может сфокусировать. Здесь были отверстия для пояса, но пояса в комплекте не было. Можно было сделать такой отворот, и получались белые манжеты, на рукавах, а можно было просто манжеты опустить вниз. Все, ребятки, я уже наконец-то дома. Столько пробок через меня прошло. В общем, я ничего не купила в Модомаксе. Я очень думала по поводу жакета Пинка, но он, там это люкс-категория, он сегодня, ну, дорогой, 20 долларов получается. Он не настолько мне нравится, чтобы мне его покупать, поэтому, как бы, я его оставила. Кос я не взяла для магазина, потому что там не было поясного ремешочка, он должен быть, но его не было. И платочек шелковый я не взяла, потому что там все-таки я не смогла тереть это пятнышко, поэтому я его не взяла. На продажу оно не пойдет, а лично мне не надо. Я взяла вот только вот такой вот шелковый платочек от Барбар. Вот такой, как бы не платочек, а, знаете, такой, как можно на сумочку завязывать. Не помню название, на Т как-то название. Или просто как волосы. Ну, вот такую штучку купила. И все, и все, еще будем с Янкой крутить пельмешки. Жду своих гостей. Ребят, вы только посмотрите, что мы сейчас будем делать. Надя, что мы сейчас будем делать? Каре. Каре. Полубокс. Каре. Полубокс. Да, девочки, я стригусь. Спасибо, Викусик. Я стригусь. Минус 15 сантиметров минимум, да? Нужно, да? О, блин, вообще, конечно. Кошмар. Все, что нажито, непосильным трудом. Ну, ладно, потом посмотрим. Кожа, Заяц, сколько ты будешь снимать? Не так. Хорошо. 15, да? Даже больше чуть-чуть. Ну, ладно. Я с копеечками. Добрый час. Минус 15 сантиметров. Ребята, я наконец-то на улице, наконец-то выбралась, я отработала, я уже подстричься успела. На мне худи, обычные худи мои, на мне пальтишко кашемировое, джинсики Зара, ботиночки Прада, сумочка Луи Витон, очки Гуччи. И я сейчас пойду схожу на завоз в магазин эконом сити, здесь открылся, смотрю, новенький магазин тоже на месте старенького, а также зайду в Евроленд, там уже начались распродажи. Ну что, пойду полажу, хотя голова сегодня так болит, но надо развеяться немножечко. Сегодня суббота, а буквально вчера открылся этот магазинчик, Зарас называется, это второй магазин этой сети. Первый магазин мне особо не приглянулся, посмотрим, что здесь есть. Я сразу же отправилась к всякой мелочевке, шарфике, платочке, вот такой шарф в стиле Бёрбери, но это не Бёрбери был. Показываю, что я там увидела, в принципе, особо ничего я там не увидела, если честно. Мне очень понравились примерочные, просто огромные, вы посмотрите на эту примерочную. В Мотомаксе это 5 примерочных, а здесь одна. Супер, конечно, примерочные, вообще просто песня. Вот такое абсолютно новое пальтишко из шерсти от Next я взяла. Думала взять его на магазинчик, но немножечко дороговато было. Оно прямо с этикеткой, абсолютно новое, насыщенный черный цвет, камера немного засвечивает. Пальто-халат. Все-таки я не рискнула его брать в магазин. Вот такая курточка от Nike. Мне она очень понравилась, но потом я нашла там дефект, поэтому я ее оставила в магазине. Еще раз показываю это пальтишко, но все-таки оставила я его в магазине, дороговато. Ребята, ну что, в общем, вышла из того магазина, абсолютно те же ощущения, как и в первом магазине этой же сети. И ничего, всего много, но ничего, знаете, вот такое все напичканное и ничего. Одно пальтишко мне пригнулось, оно Next, но оно абсолютно новое с этикеткой и шерсть в основном составе. В общем, такое неплохое, но цена неоправдно большая. Я считаю, что это много. Если оно долежит, довисит до скидки, я его возьму на магазине себе. Там 14 размер евро, поэтому посмотрим. Ну все, иду в Econom City, посмотрю, что там. Заходим на завоз в Econom City и посмотрите, что я нашла. Оригинальная косметичка от Dior. Я ее, конечно же, для себя взяла. Я очень люблю такие находочки. Она абсолютно новая. Состав ее это ацетат. Очень мне понравился вот такой жакет от Zara. Мне очень понравился цвет, очень понравилась модель и состав. Вы знаете, что если я беру масс-маркет, то чтобы там был хороший натуральный состав, ну и, конечно же, актуальный фасон. Меряю его в примерочной, сел на меня просто идеальный. Забегая вперед, скажу, что это моя любовь. Я его просто обожаю, уже несколько раз выгуливала. Буквально несколько месяцев назад я смотрела у одной девочки-блогера. Она покупала жакет Chanel, оригинальный, конечно же. И он был абсолютно такого же цвета и очень похожая модель. Поэтому, когда я его увидела, я просто влюбилась в него. Кстати, после покупки жакета Chanel девочка-блогер возмущалась, потому что это был там в составе полиэстер. Сел на меня он просто идеально. Твит никогда не выходит из моды. Цвет очень актуальный. Можно его абсолютно по-разному стилизовать. Вот такой платок я увидела. Состава там нигде не было, поэтому я оставила в магазине, хотя мне очень понравилась расцветка. Такой стиль Hermes. Стоил он чуть больше 2 долларов. Я его не взяла, потому что сомневалась в составе. Любуюсь жакетиком, уже приняла точное решение купить его. Стоимость его была чуть больше 10 долларов. Где-то 11 долларов он стоит. Ребят, ну что, в общем, взяла я жакетик. Знаете, здесь как совпало то, что я беру, что касательно масс-маркета. Это 100% хлопок. Это отличного качества он. Это действующая коллекция 2021 года. И точно такого же плана жакетики сейчас в показе в 2021 году в Chanel. Поэтому мне этот момент очень нравится. Я люблю вообще жакеты в стиле Chanel. Вообще, люблю Chanel, которой у меня еще нет, но он будет. В общем, я, конечно, взяла же косметичку. Взяла косметичку Dior. Это естественно. Это оригинальная косметичка. Обошлась мне вообще там полтора доллара ерунду. Поэтому все нормально. А жакетик, волосы в рот лезут. А жакетик где-то около 10 долларов. Где-то так. В общем, мне очень он понравился. Просто очень понравился. Масс-маркет. Но понравился очень. Ну и состав. Ну и состав классный. Поэтому я сейчас зайду в Евроленд. И домой поеду. В общем, болит голова. Прям очень не знаю. Забежала на финальную распродажу в магазин Евроленд. И посмотрите, что я нашла. Сумку от легендарного французского бренда Франсуа Оренье. Стоимость этих сумок без ручек от 200 евро. Стартуют. А ручки продаются отдельно. Там было небольшое пятнышко, с которым я очень легко справилась. И теперь эта сумочка Shopper в моей коллекции занимает достойное место. Дорогие мои, мы благодарим вас, Тонечкой, что вы посмотрели это видео до конца. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Поставьте свои пальчики вверх. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я вас всех обнимаю. Всем-всем-всем сердцем. До встречи в новом блоге. Пока-пока. Пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...